Что из себя представляет дына груша пепина? Как ее вырастить на огородной грядке у себя на даче? Мы сегодня поговорим в этом ролике. Американцы и японцы едят пепина как на десерт. Новозеландцы добавляют эти ягоды в разнообразные блюда, придавая пикантности вкус. Пепина запасают на зиму, сушат, консервируют, маринуют, замораживают. Чтобы собирать урожай летом, нужно высевать семена уже в конце ноября месяца, в начале декабря. Поскольку растения развиваются очень медленно. Я высадила в этом году очень поздно, в апреле месяце, и высадила в отварник только в конце мая. Это моя вот ошибка. Поэтому в этом году я посеяла и уже в следующие годы я буду только черенковать это пепина, не высевая новых семян. В медицине дынная груша пепина является хорошим помощником при лечении кожных заболеваний. Рекомендуется для употребления при заболевании щитовидной железы, для снижения кровяного давления и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году я вот такую приобрела дынную грушу, называется пепина. Вот в сады России здесь было в пакетике три штучки, но у меня взошло только одно семечко. Ну вот такой вот кустик, конец мая, я его высадила, повоялась в открытый грунт, высадила в теплицу. Будет ли он у меня цвести и даст ли он мне свои плоды. Такие вот как здесь на рисунке. Видите, они беленькие, с сиреневыми такими прожилочками. Будем следить дальше. Наш кустик пепина растет, уже подрос и нам нужно его начинать обязательно убирать пасынки. Вот они уже огромные, пасынки, и формировать его деревцем. Иначе оно не даст нам плоды. Сейчас мы их поудаляем. Оборвали. Они обрываются в пасынки так же, как и у перцев и в томатов. Вот они. Мы формируем его деревцем. А эти вот пасынки можно тоже прочеренковать и посадить. Они тоже примутся. Можно даже выращивать их в комнатных условиях, что мы и сделаем. Немножечко здесь тоже само добровать. Вот так вот мы провели обработку. И оно дальше будет у нас быстрее расти и начнет цвести и плодоносить. Вот такой вырос у меня уже куст пепина. Смотрите, как цветет красиво. Цветет цветочками, как вот картофель. Такой фиолетовый цветет. Так вот она пепина. Вот такие вот красивые, нежные цветочки. Порадует ли нас в этом году плодами? Конечно, это спорный вопрос. Вот такой вот необычный цветок пепина. Я рассадила. Вот еще из пасынков. Вот такие отросточки есть. Пасынков много дает. Нужно обрывать, конечно. Но мне жалко такой кустик обрывать. Посмотрим, даст плоды или нет. Октябрь месяц. И вот наша пепина решила мне дать плоды. Смотрите. Вот он один плод. И вот он второй плод. Когда ему зреть, потихонечку, конечно, растет. Но уже у нас как бы минусовая температура. Даже в теплице уже холодно для этого экзотического растения. Вот он начинает листво желтеть. Здесь цвела пепина. Но факт то, что все это вот облетело. Хотя вот есть еще. Вот оно должно распуститься. Что мы будем сегодня делать? Буду освобождать теплицу. Убирать здесь уже перец. Пора его уже убирать. Последний. Вот он. И, конечно же, я что сделала? Оборвала лишние пасынки на нем. Корень, как видите, тянется один. На поверхности корень находится. Его легко выкопать. И мы его будем выкапывать. И повезем домой на лоджию. Буду пробовать доращивать его в комнатных условиях. Может быть, сохраню. Вот эти плодики жалко. На улице, конечно, уже холодно. В теплице холодно. Посмотрим, корневая система большая или нет. Сразу ведро перенесем. Вот такое. Вот сразу же. Осторожненько его перенесем в ведро. Вроде бы, корневую систему не нарушила. Палочку поставим. Перенесли. Вроде бы мы безболезненно. Вот этой земли добавим. Побольше. Земельки добавим. Вы видите, какая корневая система. Это я чернковала от основного куста. Просто в землю. И вот она дано. Череночки. Ну, посадим здесь, рядышком. Будет два у нас. Пепина мы перевезли на лоджию к себе. Вот в таком состоянии. И уже за три дня, смотрите, как подросли плоды. Вот они. И даже пустил немножко цветочек. Наверное, будет цвести еще. Ну, пускай он адаптируется пока здесь. Пока здесь тепло. Растет. Посмотрим, что дальше. В помещении, конечно, жарковато. Нести его. Будем наблюдать. Прошло у нас уже почти 25 дней, как мы привезли. Вот он, вот такой плодик. Два плодика. Вот они форму какую принимают, полосатенькие. Начинает расти новые вот какие-то побеги. Вот они наверху. Старые отмирают. Вот они. А новые погнали побеги. И даже пытаются на новых побегах, вот он даже, зацвести. Я перенесла пепель на эту комнату. Вот она, смотрите, наши плодики растут. Они уже приобрели вот такую окраску полосатенькую. Вот, небольшие, конечно, размеры, но, вот как видите, два яблочка. И начинают, вот они расти новые отростки. Вот они. Видите? Поэтому можно смело брать, вот как видите, и черенковать. Вот это вот. Видите, сколько их много. Вот они пускают новые. Все новые можно отрывать и черенковать. Вот я оторвала буквально неделю тому назад черенки верхние. Вот они. Смотрите, за неделю, сколько они дали мне эти отростков. Вот они. Смотрите, какие уже корни на ней. Вот они. И в этом тоже красивые корни. Так что, хороший метод, лучше, чем сеять семенами, лучше, конечно, черенковать. Так что, выращивайте пепена, черенкуйте и будете всегда раньше с урожаем.